Серийный электрический седан Porsche Taycan полностью рассекречен, а вместе с ним дебютировала и новая платформа, которую разделит, например, и будущий электрокар-Ауди. Сам же Taycan получился немногим короче и шире паномеры, и на считанные миллиметры отличается от лифтбека Tesla Model S. Интерьер решен в традиционном для Porsche стиле, но только вместо аналоговых кнопок множество сенсорных экранов и цифровая приборная панель. Медиасистема управляется голосом по команде Hey Porsche. Два электромотора выдают 625 номинальных лошадиных сил на протяжении 10 секунд, но пиковая мощность значительно вырастает в режиме овербуста на 2,5 секунды. Тут самое время сказать, что Taycan предложен в двух модификациях – Turbo и Turbo S. Отличаются они только инвертором и настройками, поэтому S-ка получилась динамичнее. И никакого турбонадува, конечно, здесь нет, а названия лишь отдают дань традиции. Литиево-ионную батарею делает польский завод LG. Расчетный срок ее службы – 15 лет, а гарантийный – 8 лет или 160 тысяч километров пробега. От мощного терминала батарея наполнится с 5 до 80% за 22,5 минуты. Такую скорость обеспечивает напряжение электросистемы 800 вольт, поэтому Taycan принимает максимально возможную сегодня мощность – 270 киловатт, а в перспективе и все 500. Подвеска – пневматическая с активными стабилизаторами, а Turbo S вдобавок оснащается полноуправляемым шасси и углерод-керамическими тормозами. Продажи начнутся в середине следующего года, но заказы уже принимают, в том числе и в России.